Благословите Владыка, дорогой Владыка, дорогие братья и сестры, дорогие отцы. Темой сегодняшнего моего доклада будет наследие равнопостального святителя Николая Японского. Почитание святителя Николая Японского началось еще при его жизни и проявлялось во время беспрецедентных похорон. Щепки во время обретения его мощей от его гроба сохранялись людьми как святыня. Святые мощи архиепископа были приданы земле 9 февраля 1912 года на кладбище Янако, одним из самых уважаемых кладбищ японской столицы. Не только православные чтили память великого пастыря, но и вся Япония знала и почитала святителя. Даже через 58 лет после его кончины, когда во время канонизации верующие хотели перенести его святые мощи в собор, им это не разрешили. Сказав, что святой Николай принадлежит всему японскому народу. Независимо от вероисповедания и останки его должны оставаться на народном кладбище. Апостол Японии оставил потомкам прекрасный Воскресенский собор, ставший украшением Токио. 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов. Вырастил одного епископа, 34 иерея, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих при его святильстве достигло 34 110 человек. Японская церковь при владыке Сергии Тихомирове. Преемником святителя Николая Японского стал епископ Сергий Тихомиров. В 1908 году служивший помощником начальника духовной миссии. Епископ Сергий Тихомиров родился 3 июня 1871 года в селе Гузи, Новгородской губернии, в селе Протерея Алексея Тихомирова. Окончил он новгородскую семинарию и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой Закел был преподавателем. В 1895 году был пострижен в монашество с именем Сергий и рукоположен в аэромонаха. В 1999 году возведен в Сан-Архимандрита и назначен на должность ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1905 году достоин степени магистра богословия и назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии. 6 ноября 1905 года в Александроневской лавре состоялась его хиротония во епископа Ямбургского, викария в Санкт-Петербургской епархии. После этого, как епископ Андроник Никольский был вынужден отказаться от поста помощника начальника российской духовной миссии в Японии, святиле Николая Касаткина. Святейший Синод избрал епископа Сергия для этого служения. 21 марта 1908 года Владыка был назначен епископом токийским, викарием токийской кафедры и прибыл в Токио в июне 1908 года. Он сразу принялся изучать японский язык. Уже через год отец Сергий мог поучать и проповедовать на японском. Владыка Сергий выразил перед святителем Николаем свою решимость отдать себя служению миссии. О нем святитель Николай писал святейшему Синоду, что подаст добрую надежду на то, что служение его будет долгим и многоплодным. После смерти архиепископа Николая в 1912 году епископ Сергий стал главой российской духовной миссии Японской Православной Церкви. Владыка Сергий придерживался традиций, заложенных его предшественникам. Ежегодный созыв церковных соборов, объезды приходов, обучение новых катехизаторов. Поначалу труд его был весьма успешен. На 1912 год число сотрудников миссии составляло 179 человек. Среди них 30 священников, 10 диаконов, 100 катехизаторов. В ведении миссии находилась Сурадугайская духовная семинария, две женских школы, более 100 молитвенных домов, выходили два журнала. В 1912 году было крещено 1009 человек. Благополучие российской духовной миссии было прервано революцией. Из России перестали приходить денежные дотации, служившие основным источником дохода. Владыке Сергию пришлось закрыть любимые детища святителя Николая, духовную семинарию и женскую школу. Некоторые приходы Японской Православной Церкви умудрялись существовать самостоятельно на пожертвования своих прихожан. Больше же часть приходов постепенно приходила в упадок. В 1917-18 годах епископ Сергий не смог приехать на родину на ее поместный собор, но приветствовал избрание патриарха Тихона. Однако владыка Сергий во время образования Русской Православной Церкви за границей предпочел остаться в юрисдикции московского патриархата. В 1921 году он был возведен святейшим патриархом Тихоном в сан архиепископа. В сентябре 1922 года владыка Сергий принимал участие в архиерейском совещании, прошедшем в Никольске-Уссурийском, на котором было решено провести во Владивостоке 22 октября 22 года Дальневосточный поместный церковный собор, а на нем создать временное высшее церковное управление Дальнего Востока. Однако в связи с изменившейся политической ситуацией Дальневосточный собор не состоялся. Владыка Сергий помог многим русским беженцам, включая духовенство, обеспечив им на время приют в Японии. Так епископ Владивостокский и Приморский Михаил Богданов жил при Токийском Воскресенском соборе с 1922 по 1923 годы. Епископ Камчатский Петропавловский Нестор Анисимов, близкий друг владыки Сергия, нередко посещавший Японию, жил в городе Цуруга в 1920-1922 годах, где основал Никольскую церковь. 21 ноября 1922 года Павел Веденский был хиротонисан во епископа Никольско-Уссурийского в Токийском Воскресенском соборе. В Ведении Владыки Сергия также перешла русская духовная миссия в Корее. Следующим тяжелым потрясением для Японской Православной Церкви стало Великое землетрясение 1923 года в Канто. Во время землетрясения был разрушен Токийский кафедральный собор Воскресения Христова Николай До. Кроме того, во время землетрясения начался пожар, в котором сгорело все убранство собора. Обрушился купол, полностью расплавились колокола. Сгорели библиотека миссии, семинария, женское училище, миссийские дома, помещения для служащих. После этого Владыка Сергий принимает ряд поездок по Японии, во время которых он обращается к пастве с призывом к жертвенности. Собор священнослужителей Японской Церкви в 1926 году постановил начать сбор средств на восстановление Николай До. Единственным источником финансовой помощи были пожертвования самих верующих. Усилиями Владыки Сергия, православных японцев и русских эмигрантов Николай До был восстановлен и переосвящен 15 декабря 1929 года. Присутствующий на освящении собора Владыка Нестор Анисимов впоследствии воспоминал трогательную речь архиепископа Сергия. Возлюбленные братья и сестры, спало сердце тоска, давившая его с 1 сентября 1923 года. Счастливы вы, братья и сестры, что вас Господь избрал быть орудиями восстановления сего великолепного собора. Я не могу удержаться, чтобы с восхищением поведать миру о вашем жертвенном подвиге. Спасибо вам общины, давшей и раз, и два, и три. Спасибо глубокой тебе, русская святая душа, которая поддержала мои руки, будучи сама без Родины. В 1931 году за заслуги по восстановлению Токийского собора, пострадавшего от землетрясения 1923 года, местоблюститель митрополит Сергий Страгородский возвел архиепископа Сергия Тихомирова в сан митрополита. Свидетель Сергий вместе с японской паствой старался держаться в стороне от политики. Это часто вызывало критику со стороны русской паствы иммигрантов. В 1930 году на соборе Японской Церкви высказывались предположения об избрании епископа из японцев, и даже о независимости Японской Церкви от Русской Православной Церкви. В связи с этим Владыка Сергий в переписке с заместителем-патриаршем местоблюстителем митрополитом Сергием Страгородским поднимает вопрос о автономии Японской Церкви. Японская Православная Церковь будет весьма духовно утешена, если московская патриархия, знающая уже ее самостоятельность во многих делах, так или иначе подтвердит эту самостоятельность и особым дарственным актом. Заместитель патриарша местоблюстителя ответил Владыке Сергию, что для дарования автономии необходимо решение поместного собора. Таким образом, вопрос об автономии был отложен на неопределенный срок. Тем временем нарастающий милитаризм и национализм в Японии привел к усилению антимосковских настроений среди некоторых кругов японской паствы к притеснениям со стороны японского государства. В 1939 году был принят закон, по которому всем религиозным организациям страны предписывалось до апреля 1941 года пройти регистрацию в Министерстве просвещения для оформления статуса юридического лица. Причем регистрация давалась только японцам. Закон вступил в силу с осени 1940 года. Дабы сохранить официальный статус японской православной церкви, митрополиту Сергию после 27 лет служения пришлось оставить свой пост. 4 сентября 1940 года митрополит Сергий ушел на покой, передав время на управление делами церкви мирянину Арсению Ивасава, который пользовался поддержкой японских военных и секретной полиции. Дальнейшая судьба владыки Сергия была тяжелой. Подобно своему великому предшественнику, он остался со своей паствой, облекая себя на лишение. Он был выселен из резиденции при Токийском соборе и поселился в маленькой квартире в пригороде Токио, где продолжал совершать службы для горстки русских и японских верующих. Некоторые японцы и секретарь посольства Болгарии оказывали ему помощь в тяжкие годы военных лишений. В мае 1945 года владыку Сергия арестовали по подозрению в шпионаже в пользу СССР. Когда он был отпущен на свободу через 40 дней, его здоровье было окончательно подорвано. В 1945 году местоблюститель митрополит Алексий пригласил митрополита Сергия на собор, но тот по болезни приехать не смог. Он писал, радуюсь созыву собора очень, будут выбирать патриарха. Если бы и я имел право выбора, мой голос, патриарший местоблюститель Алексий, митрополит ленинградский и новгородский, был бы достойнейшим патриархом. Поклон земной могилке святейшего патриарха Сергия. В том же 1945 году, 10 августа, он скончался в своей квартире. На 50-м году священство, на 40-м году архиерейство, на 75-м году жизни. Половину жизни он провел в Японии. Патриарху Алексию он писал, «Давидов срок достигнут, прожил эти годы аще в силах. Устаю, пою Богу моему, донди же есмь. Говорю и утешаю себя, но надолго ли хватит меня? Во всяком случае, я был законопослушен». Отпевание состоялось в разбомбленном Токио, в токийском воскресенском соборе, который оставался единственным сохранившимся зданием на всем квартале. Владыка Сергий Тихомиров покоится на кладбище Янака в Токио, рядом с могилой равнопосланного Николая Японского, своего великого предшественника и наставника. После святителя Сергия начинаются для Японской православной церкви отнюдь неблагоприятные дни. Японская церковь пребывала вплоть до 60-х, начало 70-х годов в таком подвешенном состоянии, когда приходили на место управляющих японской епархией, и японской церковью, и западноамериканские епископы. И после долгих лет уже вплотную мы подходим к митрополиту Феодосию Нагасиме, чем этот владыка был в свои годы, которые он был в управлении, чем он был знаменателен, я хотел бы и зачитать. Японская церковь пребывала в митрополите Феодосии Нагасима. Владыка Феодосии Нагасима родился 3 апреля 1935 года в городе Ооми, перфектура Саитама, в буддийской семье. При рождении был назван Синдзи. Учаясь в начальной школе, увлекался православными беснопениями, чтобы получить их посещал Токийский Воскресенский собор Николай До. Затем стал посещать миссионерский кружок священника Иакова Нидзумы. В 1952 году принял крещение с именем Василий, получил среднее образование, поступил в недавно возрожденную токийскую духовную семинарию. 5 февраля 1958 года вместе с другими семинаристами основал религиозный журнал «Мики» с японского «Путь». Хотя издание журнала прекратилось после некоторых выпусков, он стал для Василия началом его писательских и издательских трудов. По окончании семинарии Василий был направлен в качестве катехизатора в храм во имя великомученика Дмитрия Солунского в город Ямато. Одновременно он принял на себя обязанности редактора официальной японской церковной газеты «Сиикё Дзихо» – православный вестник. После этого он два года служил катехизатором церкви района Канда, Токио. В июле 1962 года был переведен в храм во имя апостола Иакова города Кагасима. В 1964 году епископ Владимир Нагосский рукоположил катехизатора Василия Водиакона вскоре во пресвитера. В июле 1965 года он был направлен в штат Пенсильвания, США, где он пробыл два года, после чего вернулся в Кагасимский храм. К 1960 году, когда Японская православная церковь была в преддверии обретения автономии, возникла необходимость избрания епископов из японцев. 19 октября на внеочередном собрании по этому вопросу было избрано два кандидата, служащие в Японии – американец Иродиакон Серафим Сегрист и отец Василий, который определенный процент... Так... Так... Что такое... Так... Прошу прощения, что-то пошло не так... Далее хотел бы рассказать о следующем предстоятеле... Что-то пошло не так... О митрополите Данииле Нусира. После кончины владыки Феодосия было создано совещание Клира Автономной Японской Православной Церкви. Оно состоялось 14-15 июля 1999 года. По результатам совещания было решено представить патриарху Алексею Второму и Священному Синоду Русской Православной Церкви трех кандидатов, достойных избранию и хиротонии санепископа, для замещения векарных епископских кафедр Япония, вдовых протереев Кирилла Арихара и Уду Нусиро и целепатного священника Андрея Цуидзе. 11-12 июля того же года в Токио состоялся внеочередной поместный собор Японской Церкви, на котором присутствовали... В присутствии предстоятеля Териархальной Церкви архиепископа Калужского и Боровского Климента яногласно было решено всех трех кандидатов, предложенных совещанием Клира, представить патриарху и Священному Синоду. В августе 1999 года избранные кандидаты были приглашены в Россию, где в течение месяца знакомились с жизнью Русской Православной Церкви, ее епархии и монастырей. 20 августа 1999 года в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры все они приняли монашеский постриг. Протерей Кирилл с именем Петр в честь святителя Петра, митрополита Московского. Протерей Иуда с именем Данил в честь благоверного князя Данила Московского. Иерей Андрей с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Петр был рукоположен во епископа Якогамского 9 октября 1999 года. Отец Данил во епископа Киотского 14 октября. А отец Серафим во епископа Синдайского 15 января 2000 года. Все три хиратонии возглавил святейший патриарх Алексий II. По возвращении всех трех архиерей в Японии состоялся поместный собор Японской Церкви, на котором предстоятелем был избран епископ Петр Арихара. Избрание было утверждено святейшим патриархом Алексием II и Священным Синодом, но внезапная болезнь заставила владыку Петра отказаться от предстоятельства. Был созван новый поместный собор Японской Церкви, избравший предстоятелем епископа Киотовского Данила. Епископ Данил Нусиро родился в православной семье в городе Таяхаси, префектуры Айки в Японии. Его гражданское имя было Есихара Икуо. В крещении он получил имя Иуда в честь апостола Иуды Фадея. В 1962 году окончил факультет французской литературы университета Айки. В 1965 году окончил токийскую духовную семинарию и поступил в Свято-Владимирскую духовную академию в Нью-Йорке, которую окончил в 1968 году. Получил степень магистра богословия, вступил в брак. В ноябре 1969 года в Токийском соборе в воскресении Христова был рукоположен в Адиакона. В январе 1972 года в априсвитера назначен настоятелем храма апостола Матфея в Тойахаси. В последствии был возведен в Сан-Пратерея. После кончины супруги принял ее фамилию Нусиро. 19 мая 2000 года с визитом в Японию прибыл патриарх московский в Сия-Руси Алексий II. Это было первое в истории посещение Японии главой московского патриархата. Основной целью его было возведение епископа Даниила в Сан-Митрополита Токийского и в Сия-Японии. Интронизация Владыки Даниила состоялась 14 мая в Токийском кафедральном соборе в воскресении Христова. В отличие от своего предшественника, Владыка Даниил поддерживает дружественные отношения с кириархальной русской церковью. Даже неурегулированный территориальный спор между Россией и Японией не мешает живой связи японской и русской церквей. К настоящему времени стала традицией приглашать представителей России на все юбилейные торжества японской церкви. А в последние десятилетия таких событий было несколько. 16 февраля 2002 года Японская церковь отметила со дня блаженной кончины святого равноапостольного Николая, архиепископа японского. Основные торжества прошли на северо-востоке Японии в городе Хакодате, где святер Николай начинал свое миссионерское служение. В воскресенском храме Хакодата епископ Синдайский Серафим в сослужении со всеми клириками восточной японской епархии, а также настоятелем патриаршего подворья в Токио протереем Николаем Кацюбаном совершил литургию. В городе открыли выставку, посвященную деятельности святого, архиерейское облачение, письма, черновики переводов богослужебных текстов, большое количество фотографий. В 2005 году в Токио рядом с Кафедральным собором воскресения Христова Николай До по благословению митрополита Токийского и всей Японии Даниила был образован первый монастырь Японской Православной Церкви. Настоятелем монастыря, основанного в 2006 году в честь равноапостолом Николая Японского, стал иеромонах Троицы Сергии Лавры Герасим Шевцов. А в сентябре 2012 года японскую церковь посетил святейший патриарх Кирилл. Этот визит был приурочен к столетию представления святого равноапостольного Николая Японского. В настоящее время японская православная церковь включает в себя три епархии. Токийскую епархию, Синдайскую и Восточно-японскую епархию, Киотскую и Западно-японскую епархию. Японская церковь насчитывает около 30 тысяч верующих и 150 приходов. Во время визита святейшего патриарха Кирилла, святейший патриарх сказал речь. Во время празднования столетия со дня кончины равноапостольного Николая Японского святитель Кирилл произнес такую трогательную речь. Празднование, приуроченное к столетию со дня представления равноапостольного Николая, архиепископа японского, побуждает нас представить мысленно все, что связано с удивительными миссионерскими усилиями этого человека в Японии. Произошло то, что легче всего назвать чудом, тяжелее всего найти обычные человеческие аргументы, чтобы понять, как за несколько десятилетий в стране, которая была изолирована от всего мира, десятки тысяч людей, услышав голос с одного человека, обратились в веру, которая была для них непонятна, которая разделилась с другим народом и не имела никакой укорененности в местной культуре. Это происходило в то время, когда не было средств массовой информации, когда не существовало технических способов быстрого распространения информации. Почему японцы послушали равноапостольного Николая, тогда еще молодого иеромонаха? Почему пошли за ним? По одной причине. Они увидели в нем человека, жизнь которого точно соответствовала тому, о чем он проповедовал. Они еще не знали жития христианских святых, еще не были знакомы с богатейшей православной историей и культурой, не знали православного вероучения, догматики, философии. Они просто видели перед собой человека, которому поверили. Именно убеждение в том, что архиепископ Николай говорит правду, а открыло нечто существенное для их жизни, развернуло сердца тысяч японцев навстречу православию. Никаких внешне благоприятных условий для проповеди не было. Архиепископ Николай представлял народ, который не был в дружбе с Японией. Он представлял религию, которой люди ничего не знали. В общественной атмосфере Японии ощущалась печать закрытости, которой еще долгие годы пребывало японское общество. Несомненно, были и подозрительность, и страх перед этим человеком, но все эти сомнения были разрушены словом и жизнью святителя Николая. Навстречу ему открылись сердца людей. И сто лет спустя, после его кончины, в 21 веке, мы с вами вспоминаем его имя. Мы видим православных верующих, молодых, средних лет и пожилых японцев. Мужчин, женщин и детей. Мы видим молодое духовенство. Это плод его трудов. Дни, когда я нахожусь в Японии, в связи с торжествами, приуроченными к столетней годовщине представления равноапостольного Николая, связанной с очень глубокими переживаниями. Посещение Хакодата, Синдая и Токио. Встречи с людьми, с которыми я вместе молюсь, которых называю братьями и сестрами по повелению сердца, а не просто в соответствии с установлением церковного протокола. Все это наследие архиепископа Николая. Я хотел бы поблагодарить всех, кто продолжает его труд, митрополита Даниила и архиепископа Серафима, духовенства старшего, среднего и совсем еще молодого поколения, многих мирян, которые сохраняют верность святому православию и воспитывают в нем своих детей. Всем нам желаю в жизни своей хотя бы частично являть то, что явил равноапостольный мир и красоту Евангелия. И тогда мир уверует. В 2020 году состоялось 150-летие российской духовной миссии в Японии, 50-летие проставления в лики святых архиепископа японского Николая и 50-летие автономного пребывания в составе московского патриархата японской православной церкви. В честь святителя Николая уже неоднократно названо множество храмов, не такое большое количество, но по всей России, даже за рубежом, в частности, в Японии, как мы слышали, рядом с японским собором была построена небольшая часовня в честь святителя Николая, в которой в дальнейшем был организован монастырь. Далее это первоначальный вид собора токийского Николая До, его внутреннее убранство. Также хотелось сказать о самом соборе, потому что действительно собор, Воскресенский собор Токио, это действительно достопримечательность Японии, и как сам святитель говорил, что его даже через сотни лет будут изучать и будут восхищаться этим собором, потому что действительно он наследовал большое великолепие. Свидитель Алексий говорил о убранстве, о том, что наследовал собор, что там и сосудов церковных, и всего, что было в нем, настолько много, что хватит не на одну миссию. Это действительно было великое достояние Японии. Ну, за время своей бытности собор претерпел восемь и реставраций, и переделок, потому что, как мы слышали, в 1923 году собор был разрушен землетрясением, страшным землетрясением, которое произошло в Японии. Пришлось его перестраивать, но после перестройки он стал еще прекраснее. Далее, это вид собора, нынешний Николай До. Это храм равнопостального Николая Японского в Токийской епархии. Также это сам монастырь святителя Николая. В Москве также была построена церковь собора московской святых Биберева с пределом во имя святителя Николая Японского, также прекрасный храм. Храм святителя Николая Японского, также в Саратовской епархии. Здесь указаны его месторасположения. Далее, это храм святителя Николая Японского, который находится рядом с местом, где он родился. Храм во имя святителя апостола Николая, архиепископа Японского, построен в поселке Мирном, Оленинского района Тверской области, на правом берегу реки Березы. Что интересно, в 2019 году, 10 августа, в поселке Мирный, Оленинского района Тверской области, состоялась торжественная презентация макета памятника Николаю Японскому, Ивану Дмитриевичу Касаткину. С приветственной речью к собравшимся обратились епископ Ржевский и Тарапецкий Адриан, министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России, господин Тосио Ямамото, руководитель Оленинского района Олег Игоревич Дубов, настоятель храма равнопостольного Николая Японского, братарей Артемий Рублев. Это что касается храмов. И в заключении своего доклада хотелось прочитать тропарь и кондак святителю Николаю. Апостолов единонравни и сопрестольни, служителю Христов верный и богомудрый, цевница избранная Божественного Духа, сосуде при изливающейся любви Христовы, японские земли просветителю, святы Николая и иерарши равноапостольни, молися живоначальней троице о всем твоем стаде и о всем мире, странника и пришельца прияття страна японская, равнопостольни, свидетелю Николая. В ней же исперва позналась и себе яка чуждага, а бачи теплоту и свет Христов источая, прилагалась и враги твоя в сыны духовные. Им же, раздая благодать Божию, созидалась и церковь Христову. О ней же ныне молися, и тебе, Бов Сыне, и я от череп взывают. Радуйся, пастырек, добрый наш». Спасибо Господи за внимание. Благословите, Владыка. На этом я закончу свою конференцию. Благодарим, отец Евгений, за интересную лекцию по продолжению жизни японской церкви после Слистителя Николая, основателя ее. У меня как раз возник вопрос в начале вашей лекции. Как японская церковь относилась, скажем так, к монашству, японское общество даже больше, к монашству? Были ли монастыри? И вот вы сказали, что один монастырь, по крайней мере, был. Вот женские монастыри были там или нет? Женские монастыри... Может, у отца Алексея есть ответ. Сколько монастырей было и были ли женские? Нет, Владыка, ответа у меня нету. Потому что при святителе Николае не было. Он хотел, я об этом говорил, что его надежда на монастырь не оправдалась. Но тут уже, да, конечно, мировоззрение самого японского народа и отношения, может быть, в том числе тоже не позволяли так успешно это внедрять. А вот сейчас вот я не знаю на данный момент. Хорошо. Ну и особо, как-то хочется отметить, вот чудесные слова святейшего, что проще всего объяснить существование японской церкви чудом. Интересно. Интересно. Что обычными условиями это не объяснить. Действительно, это божье чудо японской церкви. Ну, благодарим отца Евгения. Спасибо, Господи, Батюшка. Спасибо, Господи, Владыка, святый. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.